Банкротство застройщиков реально произойдет. Это официально признано даже на уровне правительства. Ожидаем в 2025 году снижение продаж новостроек на 90%. При этом сейчас активность покупателей почему-то растет. Не из-за того лишь, что вклады собираются заморозить. На берегу пустынных волн стоял он дум великих полн и вдаль глядел. Марат Хуснулин официально признался в том, что застройщики, некоторые застройщики, как он сказал, действительно переоценили свои усилия на рынке недвижимости. Уж не знаю, какие усилия он там имел в виду. Но Марат Хуснулин сказал, что да, банкротство застройщиков вполне себе вероятный исход развития событий. И государство, конечно же, попытается им как-то помочь. Помочь в чем? Обанкротиться или не обанкротиться? И интересно, на какие деньги и каких застройщиков государство собирается спасать? Ведь сами застройщики уже говорят о том, что в следующем 2025 году количество сделок упадет до 90%. Вот вам, пожалуйста, высказывание никого бы то ни было о представителя застройщика А101. Он так и сказал, если не будет продления семейной ипотеки на нынешних условиях и появление новых адресных программ, мы увидим снижение спроса на жилье не менее чем на 90% относительно первого полугодия 2024 года. И легко спрогнозировать, что при отсутствии действенных инструментов продаж девелоперы могут приостановить выход на рынок новых проектов и покупку земельных участков. Ведь высокая ключевая ставка отразится и на бридж-кредитах, которые девелоперы используют для пополнения земельного банка. Это может привести к значительному снижению объемов жилья в эксплуатацию в следующие 3-5 лет. Ну, объемы жилья в следующие 3-5 лет снизятся у тех застройщиков, которые выживут. Как мы понимаем, что выживут не все. Или, как говорил известный персонаж, не все, уж если не все, если я правильно его процитировал. Я был недавно на одном из заседаний, где присутствовали застройщики, и на прямой вопрос у них, как обстоят дела с продажами, они сказали, в этом году мы живы, а вот 2025 год пройдет под эгидой, как бы нам не умереть. Так что не зря мы с вами тут разговариваем о том, что ситуация на рынке строящегося жилья, уж если и не плохая, то не такая уж и хорошая. И, соответственно, год назад сказанные Стасишиным слова могут превратиться реально в действительность. О, сегодня 5%, завтра 10%. Подожду-ка я еще месяц, будет 15%. У меня же сильно не горит, потом будет 20%. А потом мы увидели огромное количество банкротств. Да, и еще немного перца в сложившуюся на рынке новостроек ситуацию. Так сказать, пару гвоздей в футляр для застройщиков депутат Аксаков. А кто не помнит, Аксаков, это глава комитета Госдумы по финансовому рынку, выразился очень серьезно по поводу сложившейся ситуации. И это идет прям вразрез с тем, что говорит Хуснулин. Аксаков сказал, застройщики просто обнаглели, взвинтили цену в два раза по сравнению с тем, что было пару лет назад, и не снижают цены, ждут, пока ситуация изменится. Пока застройщики не образумятся, а они образумятся. Жизнь заставит продавать жилье по рыночной цене, а не по такой, по которой они хотят впарить. Такая ситуация будет. Вот золотые слова Аксакова «Правда». Ставим Аксаковы лайк под моим видео и распространяем это видео как можно большему количеству своих друзей и товарищей. Будем надеяться, что слова Аксакова материализуются, и мы увидим настоящий ценопад на рынке недвижимости. Перед тем, как я покажу очередные статистические данные по продажам недвижимости на первичном и вторичном рынках, напоминаю, что если вы хотите купить, продать недвижимость в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также других регионах Российской Федерации, обращайтесь, и мы поможем вам осуществить сделку вашей мечты. Телефон вы видите на экране, к нему привязаны WhatsApp и Telegram. Сюда можно писать свои запросы. Не хотите писать? Прямо звоните. Телефон вы видите на экране. Всех риэлторов Российской Федерации приглашаю вступать в Национальную палату недвижимости. Здесь у нас полезно и интересно. А те, кто любит читать новости в Telegram, подписывайтесь на мои телеграм-каналы. Инспектор новостроек и Щегельская недвижимость без сиропа, ссылки на которые находятся под данным видео. И да, в конце всех материалов я покажу вам одно прикольное видео, и вы сможете поупражняться в комментариях, какое бы название вы ему придумали. Ну вот, наконец-то, в середине ноября Росреестр разродился статистическими данными о ситуации в продажах на первичном и на вторичном рынках недвижимости. Начну я с Петербурга. Итак, Росреестр Санкт-Петербурга показал, что в октябре 2024 года было зарегистрировано 4673 договора долевого участия, что, конечно же, больше, чем в сентябре и августе. То есть, мы видим, как идёт поступательное увеличение количества сделок после обрушения в августе с августа по октябрь. Много это или мало, видно по графику, если смотреть в течение года, то, конечно же, это составляет примерно среднее значение. Если же посмотреть на промежутки с 2019 по 2024 год, то за 5 лет, то мы видим, что количество сделок в размере 4673 – это фактически пограничная зона. Я об этом уже говорил. Здесь, на этом графике, видны зелёные столбцы и красные цифры. Это как раз 2024 год. Очевидно, что количество сделок у застройщиков поступательно, несмотря на то, что растёт, но, тем не менее, недостаточно достигает тех значений, которые помогут им говорить о том, что, ух ты, как здорово, мы развернулись и сейчас идём вверх. Не могут они идти вверх, потому что по тем ставкам, которые есть на сегодняшний день в отсутствии льготных ипотек, да, там есть в Петербурге какая-то семейная ипотека, но этого недостаточно для того, чтобы продавать много. И если посчитать данные за первые 10 месяцев и сравнить данные 2023 и 2024 года, то у нас получается, что в 2024 году за 10 месяцев сделано 52 353 сделки в новостройках, что всё ещё на 2,7 больше, чем в 2023 году, когда было совершено 50 940 сделок на первичном рынке жилой недвижимости. Но, тем не менее, я считаю, что этот разрыв к концу года сократится вполне возможно до ноля, потому что, если динамика сократится по продажам у застройщиков на первичном рынке, как сказано уже выше, ловить абсолютно нечего. Посмотрим далее данные по вторичному рынку Петербурга. Мы видим, что на вторичном рынке Петербурга в октябре совершено 8891 сделка, что намного больше, чем в сентябре. И даже больше, чем в апреле 2024 года, когда количество сделок было 8260. Тут встаёт вопрос, с чего такая динамика? Почему так много объектов продано? И я в прошлый раз говорил о том, что есть ощущение, что с середины октября покупатели активизировались, но не ясно, на каких, как говорится, дрожжах. Я в позапрошлом видео приводил данные о том, что количество объектов в рекламе в октябре в Петербурге на вторичном рынке сократилось. Я повторю эту таблицу ещё раз. Здесь у меня разложено всё по количеству комнат и по количеству квартир. Данные веду с июля 2024 года. Так вот, скрупулёзно, так сказать, считаю динамику. Видно, что в среднем количество квартир сократилось на 4,2%, а количество комнат на 5,3%. Получается, что то увеличение количества сделок, которые мы видели по данным Росреестра, говорит нам, ну вот, наверное, это вымывание объектов недвижимости из рекламы является высокой динамикой активности покупателей. Вполне возможно, что покупатели, то есть количество сделок увеличилось за счёт того, что продавцы всё же больше идут на контакт и готовы снижать цену. Конечно, не все, но те, кто готов снижать, те свои объекты и продают. Если мы посчитаем данные за первые 10 месяцев, и я специально вам покажу динамику, ну, начну с августа. Мы видим, что разница год к году, когда за первые 8 месяцев разрыв в количестве сделок между 2023 и 2024 годом составлял 19,7%. Дальше мы видим, что разрыв с января по сентябрь в 2023 году и 2024 году составлял уже 22,7%. То есть мы видим, что если сравнивать год к году, количество сделок в среднем за год падает. И вот сейчас я свёл данные с января по октябрь. Видим, что количество сделок между 2023 и 2024 годом за 10 месяцев составляет разница 22,3%. Это говорит о том, что количество сделок к концу года будет наверняка, ну, не менее разница между 2023 и 2024 годом падение составит примерно на 20%. Так вот, на каких же дрожжах всё это растёт? Если мы посмотрим данные, которые нам предоставляет Росреестр по выданным ипотекам за 10 месяцев, то видно, что количество ипотек в октябре по отношению к сентябрю сократилось примерно на 10-12%. Получается, что те люди, которые на сегодняшний день покупают квартиры в Петербурге, ипотекой пользуются не так часто. И я хочу сказать, что у меня покупатели только сейчас появились, и то не лично у меня, а в цепочке. У нас сейчас идёт цепочка, она вообще очень такая, знаете, знаменательная. Там будет две ипотеки, при том, что выкупаются две квартиры из-под ипотеки. Вот такая вот каламбурина у меня получилась. То есть, и там есть головной покупатель, который берёт какую-то квартиру, на которую он берёт ипотеку 3,5 миллиона рублей, покупает квартиру за 7 миллионов, деньги от продажи, которые делят между собой два со-собственника, один из которых покупает студию за 4,5 миллиона рублей, и студия эта, которую он покупает, находится в ипотеке Сбера. А продавец этой студии берёт ипотеку, 1 миллион рублей, и покупает однушку, которую продают клиенты нашего агентства. А квартира наших клиентов тоже в ипотеке Сбера. Ну, наши клиенты решили развестись. Ипотеку решили, естественно, не выплачивать, поэтому продают квартиру и просто делят между собой остаток денег после погашения кредита. И люди пытаются успеть совершить сделку, потому что у них ещё старое одобрение, и они берут ипотеку по 21%. Вот если вы поняли, что я вам сказал, скорее всего, наверное, не поняли. В общем, рынок не простой, а очень сложный на вторичном рынке жилья, и часть людей, конечно же, покупает квартиру, большая часть людей покупает квартиры именно привозя с собой, ну, как мы говорим, да, нал, то есть у людей есть деньги в наличии. И часть из этих клиентов являются покупателями из других регионов, где они продали свои квартиры, а кто-то, вероятно, заработал. Но, как я уже говорил, у меня пока нет ни одного покупателя, который бы со страхом того, что деньги будут заморожены, прям вот такой взял, закрыл досрочно свой депозит и пошёл покупать квартиру. Ну, тем не менее, ситуация на вторичном рынке недвижимости Петербурга на середину ноября такая, как я вам сказал. Спрос, в принципе, достаточно стабильный, хотя не настолько достаточно стабильным этот спрос является, чтобы говорить о том, что в результате этого спроса цены пойдут вверх. Нет, пока что покупатели покупают именно те квартиры у меня, когда продавец готов пойти на уступку. Вот идёт продавец на уступку, ему предлагают цену, если он на неё соглашается, тогда покупатели покупают. А что же у нас на рынке недвижимости первички и вторички в нашей столице, городе Москва? В октябре 2024 года Росреестром по Москве зарегистрировано 10667 договоров долевого участия в отношении жилой и нежилой недвижимости, что почти на 5% больше результата сентября 2024 года, когда было зарегистрировано 10171 ДДУ. По сравнению с рекордными данными октября 2023 года, когда зарегистрировано было 17115 договоров долевого участия, показатель месяца уменьшился на 37,7%, но при этом, если сравнивать с тем же периодом 2022 года, увеличился в полтора раза, то есть на 57,4%. Ну, это понятно. Я уже говорил неоднократно, что первые месяцы после начала СВО для рынка недвижимости по количеству сделок, а особенно для первичного рынка недвижимости, то есть для новостроек, был не очень хорошим. Чем мне нравится Росреестр Москвы, тем, что данные, которые они выдают, они делят между жилыми помещениями и нежилыми. Вот для Петербурга все выдается как-то в одном флаконе, а Москва делит. Так вот, на рынке жилой недвижимости, имеется в виду строящейся за октябрь, зарегистрировано 6286 договоров долевого участия, это на всего лишь 81 сделку меньше, чем в сентябре того же 2024 года. Ну, что, как говорится, находится в стадии простой погрешности. Дальше, если мы будем говорить о показателях октября 2023 года, то здесь падение сделок в октябре 2024 года составило уже 47,8%, то есть в половину. То есть это прям вот дофига в сравнении год к году. Ну, если сравнивать с тем же периодом 2022 года, то количество сделок увеличилось на 36,7%. То есть, если сравнивать с данными 2022 и 2023 года, то 2024 год как бы ни то ни сё. Вот, если мы будем рассматривать строящиеся не жилые помещения, а туда входит всё, что не является жильём, ну, как вы понимаете, и парковочные места, и кладовки, и коммерческие помещения, и те же самые апартаменты, то в октябре в Москве зарегистрировано 4381 договор долевого участия, что на 15,2% выше, чем в сентябре 2024 года. Ну, а к пиковым октябрьским значениям 2023 года, естественно, есть снижение, которое составило 13,6%. Однако, 2022 год был в два раза хуже, чем данные в октябре 2024 года. То есть, как мы видим, было зарегистрировано тогда всего лишь 2181 договор долевого участия. Что же нам говорит Игорь Майданов, руководитель управления Росреестра по Москве? Ну, говорит он следующее, что данные по числу регистраций первичных сделок в октябре показывают сохраняющийся спрос на новостройки в Москве. При этом стоит отметить, что если долевое участие при покупках квартир осталось на уровне сентября, то сегмент коммерческой недвижимости вырос на 15%. Ну, в общем, что мы можем говорить с вами? Да, нормальный человек, который считает, что недвижимость это инвестиции. Ну, в смысле нормальный не в том смысле, что он нормальный, что в это время собирается покупать недвижимость, а в том, что если он относится к недвижимости как к инвестиции, то он рассматривает в таком случае не жилую недвижимость, а коммерческие помещения. И здесь, наверное, в этом есть какая-то соль. Так вот, здесь получается, что спрос постепенно от жилья сместился к нежилым помещениям. Но мы не понимаем, с вами всё же чего люди больше из этих нежилых помещений покупают. Вдруг, может быть, они парковочные места побежали покупать, а может апартаменты. Здесь мы можем только догадываться. Значит, если мы посмотрим подбитые данные за январь-октябрь, подбитые в смысле сведённые, да? В январе, с января по октябрь 24-го года в Москве зарегистрировано 109 917 договоров долевого участия. Это в отношении всех помещений жилых и нежилых. Данный показатель снизился на 16,2% к 10 месяцам 2023 года, когда было зарегистрировано 131 085 договоров долевого участия, но на 8% больше результата за аналогичный период 2022 года, когда было совершено 11783 договора долевого участия. И вот видите, здесь у нас уже получается, что если смотреть не месяц к месяцу, не отдельное жильё-нежильё, а всё вкупе посчитать за 10 месяцев, что практически уже скоро будет год, то видим, что в сравнении с 2022 годом, 2024 год на рынке строящейся недвижимости уже не выглядит так прелестно и прекрасно. То есть фактически количество сделок, которые уменьшаются на сегодняшний день по договорам долевого участия в Москве, нам говорит, что ситуация на первичном рынке Москвы, можно сказать, плохая. Да? Если вы не согласны. Пишите в комментариях. С первичкой разобрались по Москве, смотрим, что со вторичкой. В октябре 2024 года Росреестр по Москве зарегистрировал 13 629 переходов прав по договорам купли-продажи мены жилья, что на 19,6% превышает результат с сентября текущего 2024 года. Мы видим, что как по Москве, так и по Петербургу количество сделок на вторичке в октябре увеличилось по отношению к сентябрю. Однако, если мы будем сравнивать данные октября 2023 года, когда было зарегистрировано 17 129 сделок, то будем наблюдать снижение числа регистрации договоров купли-продажи в отношении 2024 года, в октябре 2024 года по отношению к 2023 году на 20,4%. Если вы помните, в Петербурге я говорил, что разница между сентябрём, извините, между октябрём 2023 и 2024 года 22,2%. Так вот, если же сравнивать сделки по Москве в октябре 2024 с октябрём 2022, то будет отмечаться рост на 18,5%. Ну, с этим 2022 годом мы с вами вроде бы как и разобрались. Далее, если сложить все сделки с января по октябрь в 2024 году в Москве, мы увидим, что зарегистрировано 115 335 сделок на вторичке, и этот показатель на 20,3% ниже, чем за те же самые 10 месяцев в 2023 году, ну и, соответственно, на 7% больше, чем в 2022 году. То есть мы видим, что если сводить данные год к году, то, опять-таки, 2024 год уже не выглядит таким прелестным относительно 2022 года, разница всего лишь в 7%, но зато выглядит относительно 2023 года уже достаточно провальным. Разница 20%. И интересно посмотреть, что данные по количеству объектов в рекламе в Москве, в отличие от Петербурга, в Москве количество объектов прирастает. Вот я нашёл данные, которые опубликовало агентство МИЭЛЬ, не знаю, можно ли с ними соглашаться. Здесь можно говорить только об одном, что вот данные такие, какие вы видите сейчас на экране. То есть количество объектов прирастает, количество сделок растёт в Москве, и количество объектов в рекламе тоже растёт. Какой-то парадокс, потому что я уже сказал, в Петербурге обратное движение, количество сделок выросло, а количество объектов в рекламе снизилось. Ну вот, что имеем, то имеем. Если из меня смотрят риэлторы из Москвы или другие прошаренные граждане, которые вот прям всё прекрасно знают по ситуации в Москве, пишите в комментариях, что там вообще вот в Москве творится. Нам всем будет интересно почитать. Теперь разберёмся с гипотетической заморозкой вкладов. Откуда ноги растут? Ну, похоже, что ноги растут, во-первых, конечно же, от тех самых средств массовой информации за рубежом, которые не любят Россию и разгоняют эту тему. Но и внутри России есть некоторые экономисты, которые опрометчиво заявляют о том, что вклады могут заморозить. Так вот, экономист Алексей Зубец не исключил заморозку вкладов россиян во избежание, как он сказал, бешеной инфляции. Сказал он это в прямом эфире «Радио говорит Москва». Сказал он следующее. Вклады могут заморозить. У людей на счетах накопились какие-то огромные деньги, десятки триллионов рублей, а ставку принято решение снимать. Непонятно, честно говоря, откуда он решил, что принято решение снимать ставку и что значит снимать, принято решение, может быть, снижать. Ну, да ладно. Дальше он говорит, что понятно, что люди просто пойдут забирать эти деньги и принесут их на рынок. После этого на рынке начнется бешеная инфляция, а дальше возникает вопрос, какая стратегия действий, чтобы это не наступило. Один из таких достаточно очевидных вариантов, что при снижении ставки люди смогут забирать с банковских счетов какие-то определенные суммы, но не все сразу. Такой сценарий возможен, чтобы не было вала денег, которые выплеснутся на товарный рынок и спровоцируют инфляцию. Ну, понятно, что вот такие разговоры о том, что люди побегут снимать деньги, потому что ставка понизится, а может быть и вообще что-нибудь там заморозят, уже сейчас выплескивает на рынок огромное количество людей. Но после того, как господин Зубец вот это вот выдал в эфир, он, похоже, пожалел о том, что он вообще выступал на этом радио, потому что на него повалилось огромное количество хейта, и дело дошло уж даже до Госдумы, где начали рассматривать этот вопрос, а кто там вот занимается подрывом экономики Российской Федерации, ну кто-кто. Вот получается, если с иноагентами разбираться очень сложно, они, понятно, находятся не в России, то экономист-зубец где, конечно же, в России, и вот посыпались уже разного рода сообщения о том, что все это ерунда, и даже официальные заявления из Госдумы, ерунда это все, никакой заморозки не будет. И господин Зубец понял, что он тут наговорил такого, что ему может и прилететь, уж может и на агента может его запишут, поэтому он начал оправдываться. Вот в интервью Info24 Зубец начал опровергать, что он не говорил о заморозке вкладов. Он говорит, я, говорит, сказал, что при снижении ставки могут быть введены специальные процедуры снятия денег населения, то есть деньги будут выдавать не все, а частями. А еще я сказал, еще, говорит, я не сказал, что это на 100% произойдет. Это один из вариантов действий правительства, причем не самый вероятный. Что будет у нас в 2025 году, пока еще непонятно. Когда там ставку будут снижать и на сколько, и как из-за этого снизятся объемы депозитов в российских банках. Ну, как мы видим, в общем волну он поднял нехилую, а как у нас в народе говорят, если об этом говорят, то этого надо бояться и на всякий случай. Что делать? Конечно же, деньги со вкладов снимать. Я, честно говоря, среди своих клиентов такого вала не заметил. Люди, которые сидят на депозитах, так и продолжают на них сидеть. Кто же выходит на рынок недвижимости? Ну, выходят те, кто рассчитал, что при закрытии депозита им необходимо купить недвижимость. И покупают мои клиенты эту недвижимость не с точки зрения инвестиций, там типа нажиться сдавать в аренду или потом перепродать через полгода, потому что некоторые же блогеры, как обещали, покупай квартиру сегодня, через полгода перепродаж с наваром, правда? Ну так вот, люди, которые обращаются ко мне, покупают недвижимость для того, чтобы жить. И вот они рассчитали, что у них в октябре закрывается кредит, и они берут эти деньги, выходят на рынок и покупают. Не было у меня еще ни одного клиента, который бы прибежал и сказал, караул, снимаю деньги себе в убыток, и, соответственно, давайте вложимся на сегодняшний день в какую-нибудь там недвижимость. Хотя некоторые комментаторы пишут мне в канале о том, что вы чего, смотрите, инфляция-то какая, вот эти же деньги, которые лежат на депозитах, и проценты, которые выплачивает банк в конце срока, они совсем не покроют инфляцию. Ну, спрошу я, а вывод-то какой? То есть вы хотите сказать, что деньги выгоднее держать где? Под матрасом? То есть там-то их инфляция, конечно, и не накроет. Никто не спорит, что инфляция у нас выше, чем процентные ставки, которые по вкладам выдают. Но все же это хоть как-то погашает обесценивание денег. А так, куда их нести? Акции, что ли, покупать? Того же самого самолета или каких-то там других застройщиков? Или вот куда? Нефти фьючерсные на покупать? Кстати, меня тут похейтили, да, по моим анализам по ситуации на рынке нефти, когда я сказал о том, что цены на нефть будут падать. И даже по некоторым расчетам теоретически они могут достичь 9 долларов. Ну, а фактически самый реальный сценарий это 35-44 доллара за баррель. Ну и что? Вот хейтили-хейтили, а ситуация-то не изменилась после выборов Трампа. Кстати, а мои подписчики моего канала «Щегельская недвижимость» без сиропа угадали. В подавляющем большинстве, что Трампа изберут. Ну так вот, Трампа избрали и произошло все, как я говорил. В начале пошла эйфория на рынках, даже московская биржа и ее индексы отыграли, даже RGBI индекс отыграл немножечко. И если посмотреть на коротком отрезке времени, то это прям дикий разворот. Ну, конечно, если мы посмотрим на более дальнем отрезке времени, мы видим, что нифига это не разворот, это так, небольшой отскок дохлой кошки. Ну так вот, рубль-то у нас, конечно же, начал обесцениваться и нефть вниз пошла. Вот пока нефть вниз идет, пока все идет по тому сценарию, о котором я говорил две недели назад. Ну это так, к слову. Ну так вот, куда нести деньги? Пишите, конечно, в комментариях. Я знаю, что некоторые говорят, надо покупать недвижимость. Ну, во-первых, я бы не советовал все же покупать недвижимость на первичном рынке. Как сказано вначале, уже в правительстве сказали, что банкротства застройщиков не избежать. Имена, естественно, не называют, но сейчас идти и покупать недвижимость в недостроенном доме, это является, на мой взгляд, просто самоубийством. Если же у вас есть вся котлета на руках, как говорится, все 10 миллионов рублей, и вы боитесь, что вам деньги не отдадут со вклада, ну, может быть, вы, конечно, купите себе какую-то недвижимость на вторичке, но покупая недвижимость на вторичке, вы потом не должны кусать локти, что если цены на недвижимость развернутся вниз. Да, вы можете эту недвижимость сдавать, но в прошлом видео я показывал, что такое сдавать недвижимость. Да, это когда продавцы говорят, да я продавать не буду, буду ее сдавать. Не помните этот ролик? Ну, давайте посмотрим его еще раз. Вот, поэтому сдавать недвижимость, оно так себе удовольствие. Хотите покупать? Покупайте. И пишите, конечно же, в комментариях, что вы думаете по поводу развития рынка недвижимости хотя бы до конца 2024 года. А теперь обещанное видео, которое, на мой взгляд, прям очень красочно сигнализирует нам о ситуации на рынке новостроек. Пишите в комментариях, как бы вы назвали это видео. Будет нам всем интересно посмотреть и почитать. Ну, как вам видосик? Прикольный, да? Прошу не обижаться. Я никого в этом видео не имел в виду, тем более оно не мое, не я его делал, а скринил где-то на просторах интернета. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пишите как можно больше аргументированных комментариев. Вы знаете, я люблю с вами поговорить и поспорить. Ну и пока, всем пока.